Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп для Дев на июнь 2024 года. Июнь открывает перед Девом множество дорог именно в профессиональной сфере. Вы, наконец-то, можете обратить внимание на собственное желание и начать развиваться в том направлении, которое вам больше по душе. Если у вас в июне запланирована встреча с руководством, постарайтесь произвести впечатление своим профессионализмом и отбросьте вот это стеснение и скромность. Важные события в июне начнутся 6 июня, вблизи, около этой даты. Это время новолуния. И это время обещает и готовит для Дев хорошие события в карьере. Многие захотят проявить себя в качестве очень сильного профессионала и завоевать доверие и уважение коллег. Другие отправятся к руководству, чтобы с благодарностью выслушать признательные речи и узнать о собственном повышении по службе. Вам все-таки надо выбрать правильный режим работы и отдыха, чтобы успевать общаться с семьей. Некоторые Девы в новолунии будут заняты выбором стратегии по опережению своих конкурентов. И звезды вам помогут только в том случае, если вы будете поступать честно. Другие значимые события наступят вблизи 22 июня, вблизи полнолуния. В полнолунии Девы решат много времени посвятить собственным душевным переживанием. И одних эти переживания приведут под венец, других к пониманию, что детьми нужно больше заниматься. А третьи поймут, что пора бы и остепениться. Если вы чувствуете, что отношения с кем-то из окружающих у вас ухудшаются, то поменяйте подход в общении с этим человеком. Вам стоит подумать о том, насколько для вас важна эта связь. Если нет, то просто отойдите в сторону и постарайтесь понять причину вот этого назревающего конфликта. В это время Девы смогут продемонстрировать свой творческий потенциал окружающим. И вам надо все-таки перестать скромничать, потому что это играет на руку только вашим конкурентам. В плане карьеры в июне вам не стоит брать на себя кучу задач, потому что может случиться так, что решение их коллеги повесят на вас. И если вдруг получится вот так, то не падайте духом и тем более не отказывайтесь от намеченных планов. Просто постарайтесь делегировать некоторые полномочия коллегам, обратившись за помощью к своему начальству, либо к руководству. До середины июня Девы должны налаживать контакты на работе, а начиная с 17-го числа вам придется заниматься коллективными проектами. Девы весь июнь лучше им попадаться на глаза начальству и в лучшем свете демонстрировать свои навыки, свои способности, свои таланты, потому что это вам очень поможет в продвижении по службе. Те, у кого собственный бизнес, ждет какое-то выгодное предложение от новых поставщиков или покупателей. И вам не стоит в июне рубить с плеча. Нужно обязательно все тщательно взвешивать, взвешивать все плюсы и минусы. В плане финансов в июне Дев ожидает удача. Особенно у тех, основная деятельность которых напрямую связана с умственным трудом. И для заключения крупных сделок и вступления в новую должность инвестирование крупных покупок вам подходит больше период с 10 по 14 июня. В плане любви. Одинокие Девы обратят свое внимание на партнеров постарше. Они могут почувствовать, что нуждаются в заботе и опеке. Некоторые решат завести роман с кем-то из руководства или успешным бизнесменом. Самым перспективным в любовном и семейном плане станут отношения с человеком, которого вы уважаете и цените. Если вы семейные Девы, то недовольство родных по поводу вашей вечной загруженности на работе будет стремительно расти. Вам все-таки стоит в июне чаще радовать близких приятными сюрпризами. Например, по дороге домой купить тортик к чаю или билеты в кино на всю семью. А если у вас давно зреет желание открыть семейное дело, то в июне очень перспективно обсуждать этот вопрос со своей второй половинкой. И очень вероятно, что вы получите мощную поддержку от любимого человека. В плане здоровья. Здоровый энтузиазм Дев будет стимулировать их физическую активность. Вероятно, что в июне вам захочется посвятить изучение азов какого-то экстремального вида спорта или осуществить давнюю мечту. Поэтому дерзайте, потому что любые положительные эмоции вам пойдут только на пользу. Те Девы, которые уже запланировали отпуск, все-таки лучше больше времени на отдыхе уделять собственному здоровью. Гулять по берегу моря рано утром. В меру плавать. Ну, то есть, все делать так, чтобы ваш организм насытился всеми полезными минералами. Спорт вам должен только приносить радость. Поэтому лучше отказаться от тяжелых каких-то физических упражнений и переходить на более щадящий режим. Вообще, в июне Девы будут отвечать взаимностью окружающим им людям. Как окружающие будут относиться с теплотой к Девам, так и Девы будут откликаться на все просьбы и пожелания. А если вы перестанете подозревать всех окружающих в том, что они ведут какую-то скрытую игру против вас, то очень скоро вы получите союзников в личных и карьерных вопросах. В первой декаде июня Девы будут особенно успешны в изучении и внедрении в свою жизнь чего-то нового. Может быть, это какой-то интересный проект на работе, может быть, изучение иностранных языков, может быть, это астрология, йога, народная медицина. А во второй декаде Девы, у кого брак, заключенный со второй декады и до конца июня, будет особенно крепким. Девы, которые заключили этот брак, будут особенно крепким. И многим этот период принесет серьезные перемены. Кто-то решит узаконить отношения, а кто-то решит расстаться. В третьей декаде любые изменения, которые вы запланировали, на июнь будут успешными. И эти изменения могут касаться и работы, и семьи, и общения. Свободные Девы будут слишком пассивны в плане общения с противоположным полом. И если к вам все-таки проявит интерес влиятельный человек, или тот, от кого вы ждете знаков внимания, то вам нельзя пропустить удачный такой момент. А надо что-то предпринимать. В деньгах на июне все-таки у вас существенных перемен не будет. Но также не будет и провалов. Вам стоит быть активнее в сфере деятельности весь июнь. Потому что в будущем это принесет вам очень хорошие дивиденды. И крупные покупки, может какие-то инвестиции, вам все-таки лучше планировать на середину июня. И подводя итоги, можно сказать, что в самом начале июня всех Дев ждет дело, которое вы все-таки не довели до конца. И решение этого вопроса может затянуться. Поэтому вам стоит запастись терпением. В середине июня в виде дополнительного заработка у вас придет долгожданная прибыль. А в конце июня вы поймете, что все труднее становится выстраивать отношения с окружающими. И вам нужно будет слегка отстраниться. Особенно от тех, кто у вас вызывает негативные эмоции. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.